всем всем привет уважаемые подписчики сейчас я расскажу о том как допускаю как нужно приседать для людей вот и больных оксантрозом потому что все спрашивают как приседать какую нагрузку делать там сейчас я вам попрошу рому чтобы не бубнил там за кадром я на всю весь мир вещать с израиль бутапешта смотрят блин стал за свиной когда тут тренерский состав завидно что это значит вот пустой гриф ребят значит приседание нам не дает у нас ограниченное движение делаем очень медленно смотрим чувствуем за постановкой таза за постановкой ног следим чтобы у нас ноги носки ног были на одной линии если не получается а у многих не получается потому что таз повернутый развернутый и вы стараетесь это компенсировать ногой ставите вперед или назад ставите ногу поэтому внимательно за обязательно разводите колени в стороны потому что они будут тянуть приводящую мышцу которая у вас укорочена при коксоартрозе поэтому на нее большое внимание надо растягивать ее раз разводить по коленям и если у вас бицепс бедра короткая это легко проверить вы наклоняетесь и вот не можете достать ладони то это говорит о том что пицепс бедра у вас короткая значит он будет тянуть пригодицу вниз пригодица вниз будет тянуть ваш поясничный отдел поэтому вы не сможете присесть максимально глубоко до конца потому что у вас поясница начнет округляться вы должны поймать эту дистанцию и приседать но делать полупрессит у каждого он свой вот я сейчас показываю как у меня это получается вот установил на стенок штангу кладу как можно дальше на трапецию таз уложу назад колени развожу и вот медленно начинаю балансировать в тазобедренном суставах распределять нагрузку и не спеша прожимаю себя все делаю не спеша медленно не торопимся накидывать веса еще раз вот что-то щелкает что-то похрустывает если это вам не доставляет боли не обращайте внимание это все на реальной жидкости скапливается газ это ничего страшного а пускай хлопает хлопает главное чтобы не было болевых ощущений следующая серия дай и и и и и и